Сегодня Акиматраус в области Нурлан Ногаев и председатель комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан Мархабаджа Имбетов провели совещание по вопросам реализации в регионе госпрограмм жилищного строительства внедрением цифровизации в сфере ЖКХ. На сегодня в регионе проводится масштабная работа в сфере жилищного строительства, развития жилищно-коммунального сектора, государственной программы по ипотечному кредитованию 7-20-25. В настоящее время в Атараусской области ведется строительство 44 многоэтажных жилых домов. До конца текущего года планируется сдать в эксплуатацию 34 дома. Планируется строительство нового микрорайона в пригороде областного центра на общей площади 1,4 гектара. Ведутся работы по подготовке проектно-сметной документации будущего строительства, проведение необходимой инфраструктуры. Все объекты жилищно-коммунального хозяйства на сегодня полностью подготовлены к зимнему периоду. Работа по обеспечению населения жильем будет интенсивно продолжаться и в 2019 году. В течение следующего года в области планируется начать строительство 50 многоэтажных жилых домов. При этом параллельно ведется строительство 19 коммерческих многоэтажных жилых домов, квартиры в которых будут реализовываться по программам ипотечного кредитования 7-20-25 и Нур-Лыжьер. Глава региона также сказал о необходимости строительства ВТРАУ канализационно-очистных сооружений. Как отметил председатель комитета по делам строительства и ЖКХ Мархабаджи Имбетов, в регионе успешно идет реализация ряда госпрограмм, в числе которых Нур-Лыжьер, Нур-Лыжол, развитие регионов. На совещании был презентован проект по созданию электронной системы ЕШАНРАК, который позволит обеспечить прозрачность сферы ЖКХ, охватить все субъекты жилищно-коммунальной сферы. Коротко о основных возможностях с ЕШАНРАКом. Если мы говорим о кабинете жителей, что получит житель? В первую очередь житель получит показания данных в ежедневном режиме, можно будет смотреть свое потребление, и там же есть функция, возможность оплачивать через интернет свои услуги по коммунальному сервису. Возможность онлайн-голосования, вот как уже было сказано, для принятия какого-либо решения через КСК, необходимо кворум, необходимо собрать все подписи, протоколы, поэтому мы сейчас законодательно через закон о жилищных отношениях предусматриваем возможность интернет-голосования, которое тоже будет через ЭЦП легализовано.